Мы не можем в полноте полностью управлять ни одним практическим процессом у себя в муниципальных образованиях. В Москве не соблюдается большинство статей Европейской хартии местного самоуправления, считают независимые муниципальные депутаты. Их полномочий недостаточно даже для того, чтобы решить проблему, например, появления в нужном месте района автобусной остановки или замены бордюров во дворах. Эти вопросы согласуются на региональном уровне. Депутаты жалуются, что их не пригласили на встречу с делегацией Конгресса местных и региональных властей Совета Европы 23 октября. Отчего, считают депутаты, мнение о самоуправлении в Москве у представителей Конгресса сложилось субъективное. 50 независимых депутатов подготовили открытое письмо в Конгресс с подробным анализом всех нарушений Европейской хартии. Сегодняшняя власть организована по принципу субординации. Я начальник, ты дурак. Я принимаю решения, а ты изволи исполнять. И тебя даже никто не спросит, что ты имеешь право делать на своей территории и как ты это делаешь. За тебя все уже решили. Так вот мы в этом смысле отстаиваем наше право взаимодействовать на практикоориентированной основе. Потому что мы, как муниципальные депутаты, находимся рядом с нашими гражданами. Это наша основная, кстати, сегодня задача. Помочь гражданам становиться активными, самоорганизовываться. Независимыми депутатами называют всех самовыдвиженцев и нечленов партии «Единая Россия», победивших на прошлогодних выборах. Для оппозиционных политиков они стали относительно успешными. У правящей партии в сумме большинство мандатов – более двух третей. Но в 25 районах Москвы «Единая Россия» потеряла большинство. В семи районах не получила представительства вовсе. Как это было, например, в Тропарево-Никулине. Активистку Евгению Гершберг и ее коллег местные жители поддержали на волне проблемы с точечной застройкой района. Было ощущение, что так больше нельзя, что надо что-то менять, надо говорить о том, что происходит громче. И как раз то, что появились муниципальные депутаты в районе, это позволило нам озвучивать эти проблемы. То есть, по сути дела, политика городская, она сейчас идет на уровне муниципальных образований. Как раз то, что независимые депутаты выступают, они собирают конференции, обсуждают, что проблемы в городе одинаковые по всем районам. Но большинство мандатов в Советах по-прежнему остается бесполезным при минимуме полномочий. Политики объединились в Ассоциацию независимых депутатов. Сегодняшнее обращение к Совету Европы – коллективное решение. Помимо этого, депутаты пытаются вместе поднимать общегородские проблемы в перспективе участия в выборах в Московскую городскую думу. Есть уникальные проблемы в районах, есть какие-то типичные, которые можно на городской уровень поднимать. Проблема в том, что о них не говорят, потому что действительно нет на этой политической воли, вот эта вертикаль она есть. В основном это сейчас придание публичности и поднимать на уровень города. Передать открытое письмо в Совет Европы, а их программный офис в одном здании с представительством ООН в России, не удалось. У офиса нет канцелярии. Своё обращение депутаты отправят напрямую в Страсбург. Иван Воронин, Антон Олейников, Радио Свобода, Москва.